Бежит даже с лифта газетная 35. Хлестала вода по всему подъезду. Люди в панике. Что только не делали. Как ее, куда ее, эта вода. Труба для слива дождевой воды с крыши дала течь. Вода хлынула прямо в первый подъезд 35-го дома по улице Газетной. Залило стены, входные двери квартир разбухли. Лифт вышел из строя. Даже из электрических розеток текло, говорят жильцы. Потоп уже второй раз за месяц. В управляющей компании «Теплотехник» после осмотра апрельского наводнения лаконично заявили – высохнет. «Теплотехник» уже после 18 апреля знал, что произошло, но никаких мер не предпринял. То есть ни по установлению причин, ни по устранению причин, если бы они сделали как положено. И вчера опять точно такая же ситуация. Весь подъезд опять с девятого этажа, точно так же вода. Сотрудники городской аварийной службы вытащили из трубы для слива дождевой воды пластиковую бутылку и перчатку. Скорее всего, эти предметы и были причиной засора. Два потопа подъезд не пережил. Относительно свежий ремонт, сделанный в 2016-м, пошел на смарку. Повсюду желтые пятна, отваливается штукатурка. Пострадало и имущество. В квартирах вздулись полы, разбухли двери. До сих пор несколько жильцов остаются без электричества. Не работает лифт. Лифт еще работал. Открылась дверь на первом этаже. И оттуда льется как в душевой с крыши лифта. Ну и вскоре, видимо, сработала защита, его отключили. Сказали, что лифт не будет работать несколько дней, пока не просужится вся. Вся эта машином отделение электрографа. В управляющей компании директора на месте не оказалось. В ходе телефонного разговора выяснилось, про проблему знают. Как вы себе представляете эту ситуацию? Каким образом туда могла попасть бутылка? А как вы можете представить ситуацию, что она попала из подъезда, получается, это бутылка? Получается, что кто-то в подъезде распивал. Я не знаю, каким-то образом сумел он туда в этом стыке заснуть в другом месте. То есть, неоднозначно. Для меня вообще понимания нет пока этого. Ну, еще раз говорю, что как бы там ни было, какая бы причина ни была, естественно, будем проводить работы ремонтные в самое ближайшее время. Хочется верить, говорят жильцы, что произойдет это раньше, чем их снова затопит.